МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши очередной сеанс правительственной связи. На этот раз с министром экономического развития, промышленности и торговли Владимиром Аврилькиным. Но сегодня мы решили немного изменить формат программы и присоединиться к коллегам, которых в преддверии Дня Республики волнуют те же самые вопросы, что и нас. 19-20 июня у нас стартует экономический форум. Тема экономического форума – это регионы России, устойчивое развитие. Если вы видите, у нас площадка, вернее, почему мы на два дня разнесли, очень много мероприятий, конгрессионных мероприятий, круглых столов. Это порядок первой, это пленарная часть 19-го числа. Будет очень интересно. Если вы программу видели, то можете обратить внимание, что мы постарались не привлекать местных экспертов. Мы сакцентировали внимание, прежде всего, на наших иностранных экспертов, их видение по развитию регионов России. Потому что регионы России, они, в принципе, определяют общую экономическую ситуацию в Российской Федерации. Плюс мы пригласили такие институты, которые сегодня разрабатывают программы развития Российской Федерации, это Центр макроэкономических показателей. Плюс мы пригласили… Будет очень интересная тема, связанная с, вы знаете, с ВТО. Я к ней позже подойду еще. Ну, тоже пригласили из института управления проблем. Плюс пригласили… Будет выступать компания, которые… Рейтинговые агентства экспертера. Сегодня республика по двум кредитным рейтингам себя зарекомендовала. Это ФИЧ и МОДИС, вы знаете, да? То сегодня политика, руководство, главы государства поставлена на то, чтобы был национальный стандарт оценки качества рейтингов по кредитоспособности, по инвестиционной привлекательности. Вот один из институтов, который сегодня создан в Российской Федерации, это Эксперт РА. Почему? Потому что задачи вот эти все МОДИСы и Рэй и ФИЧ, они иностранные компании, это иностранные компании, которые, в принципе, на фоне тех сложных взаимодействий, которые сегодня творятся там в связи с Украиной, тем нормам, которые вводят в отношение нас, они сейчас уже пошли по регионам и пытаются снизить рейтинги для того, чтобы иностранные компании были менее заинтересованы, видели какие-то предостережения. Поэтому президентом страны поставили задачу вот еще раз это создание национального рейтинга. И вот мы договорились с Эксперт РА для того, чтобы нас оценили. Оценка в настоящее время проходит нашего и нашей кредитоспособности. И в рамках форума нам будет вручен уровень нашей кредитоспособности, доверие к нам, к нашей республике, вот этим национальным, рейтинговым агентствам. Причем, что важно, данный рейтинг, он, система оценки регионов, базируется не только, аккредитована не только в Российской Федерации, но они вышли из-за рубеж для того, чтобы их рейтинг признавала и Европа. То есть сегодня штаб-квартир рейтинговый агентств, в том числе, базируется и в Германии, в Мюнхене. И вот мы первый регион в Российской Федерации, с которым договорились и получим вот эту вот оценку. Поэтому я надеюсь, что мы послужим примером для всех остальных регионов по поддержке первой нашей системы оценки. Это очень важно, и когда инвесторы идут в регионы, они смотрят обязательно на вот эти вот рейтинговые оценки. То есть это вот тоже одна из основных тем, которые будут рассмотрены. Ну вот я сказал вам, что французская компания приезжает, это один из ведущих экспертов Франции по инженерингу. У нас сегодня достаточно успешно в республике развивается такой сектор инженеринговых услуг. Вы знаете, что в прошлом году мы сами, в республике, сами создали такой региональный инженеринговый центр и приглашали вот этого эксперта не раз для того, чтобы он оказывал консультации определенные нам по его созданию, по наполнению, по спектру оказываемых услуг. И сейчас он тоже хотел бы такой подвести некий итог, хотел бы рассказать о том, в правильном движении, куда нам дальше развиваться. Потому что, еще раз говорю, инженеринговые услуги, они не всем под силу. Но компетенции не у каждого из предприятий имеются для того, чтобы данный центр существовал. Ну вот мы хотим здесь обсудить. Это вот первые половины дня, у нас пленарная часть пройдет. Мы планируем, кроме того, подписать еще стратегические соглашения с российскими железными дорогами, с Тульской областью, плюс с одним из инвесторов в республике это фирма «Август» по реализации проектов в Урнарах. Ну, такой план. Ну, сразу хотел бы, наверное, ответить на ваш вопрос, который возникнет. Наша цель проведения форума – это не заключение каких-либо контрактов, потому что была практика по итогам каждого форума, на какую сумму вы заключили контракт по результату форума. На самом деле мы не преследуем эту цель. Если вспомнить, то были продекларированы 10-миллиардные, 20-миллиардные контракты. Но где они сейчас, мне известно. Поэтому, еще раз, мы не ставим с тобой целью, а подписываем наше соглашение, это сопровождение нашего форума. Основное, все-таки, это понимание, куда нам идти сегодня, это задание вектора. И почему, еще раз говорю, мы приглашаем внешних экспертов, потому что мы должны слушать не только себя, но и должны видеть в лицах и в глазах ведущих экспертов России, зарубежных стран, вот наше сегодняшнее положение. И вот, чтобы они оценили, правильно мы идем или нет, и вот подкорректировали, еще раз. То есть, это вот первое. Второе. Тема, следующие конгрессионные мероприятия, которые пройдут в рамках форума, это сегодня на территории России реализуется проект, это по оценке регулирующего воздействия. То есть, во всех регионах создан институт оценки регулирующего воздействия на те нормативные документы, которые власть принимает в отношении предпринимателей. И существует множество проблем, как со стороны предпринимателей, как со стороны органов власти к данному институту. И поэтому, еще раз, это создано для того, чтобы устранить любые барьеры, которые мы сами можем поставить, не зная того, перед предпринимательским сообществом. Поэтому, вот, данная тема, она достаточно живая. И здесь будет проходить в республике как раз окружное совещание. Это все представили приволожку федерального округа. Там есть заинтересованные соседи наших, это из Екатеринбурга, то есть из Уралья, к данному мероприятию. Поэтому, я надеюсь, что это тоже одна из таких живых тем. Следующее, вот, я по окружным мероприятиям. Следующее, это будут проходить школы по инвестиционной привлекательности. Тоже Министерство регионального развития является координатом этой темы. И основная задача, то есть, эта школа проходит в федеральных округах, во всех федеральных округах. И вот мы тоже попытались пригласить экспертов, пригласить школу, провести здесь такой обучающий семинар для нас самих же, для предпринимателей, для экспертов. Сегодня, вы знаете, что проводится национальный рейтинг регионов по предпринимательской активности, уверенности. И были продиагностированы 21 субъект Российской Федерации. Вот, в следующем году мы все вступаем в это. У нас, так же, как и во всех соседних регионах, будет проходить, будет оцениваться национальный стандарт. Поэтому проведение его, тоже мы видим для себя, это корректировка своих ошибок. Если они существуют, это корректировка своих действий. И прежде всего, для экспертов и для предпринимателей, что они хотели бы видеть. Отдельная тема в свете открытия завода, все-таки завод Хевилл, вот всех будоражит, он состоится. Я надеюсь, это или конец июня, начало июля. Сегодня просто корректируются планы, это с председателем правительства Российской Федерации, потому что желание есть у него принять участие в открытии этого завода. Сегодня завод уже полностью готов. Сейчас, в настоящее время, идет просто отлавка технологического оборудования. И вот на 27-й или на начало июля будет открытие завода официальное. Значит, в свете этого сегодня предприятие законтрактовано. Значит, почему говорю, есть уже успешный опыт реализации проектов. И у нас также в рамках форума состоится круглый стол. Приезжает большое количество субъектов, которые будут сегодня потребителями данной продукции, плюс к Министерству энергетики, Министерству промышленности, которые непосредственно завязаны с данной тематикой. Мы также проводим, это у нас 21-я межрегиональная выставка региона сотрудничества без границ. Традиционно она проходит на площадях экспо-контура. Значит, сегодня почти заполняемость выставки составляет почти 90%. Это более 200 организаций. Также представители иностранных государств, тут из Италии приезжают нас в компании. Много представителей субъектов Российской Федерации, тоже заинтересованы выставки. Здесь мы какую цель преследуем? Учитывая то, что... И почему мы синхронизируем с работой форума? Потому что, еще раз, приезжает много гостей. Наша задача показать потенциалы республики. Это... Мы демонстрируем. Это новые продукции. Это традиционные продукции, если мы в ней сильны по отношению к другим регионам. Опять же, вот в рамках выставки, кстати, и происходит заключение договоров. Потому что мы постоянно по итогам выставки проводим некий мониторинг успешности ее проведения. И вот ряд организаций, они тоже положительно оценивают. Особенно это субъекты малого и среднего бизнеса. Когда я пойду к выставке, вот у них происходит заключение таких вот контрактов. Тематика выставки, она разнообразная. Мы не преследовали. Если у нас, вы знаете, специализированная выставка, это проходит раз в два года, это вот в апреле месяце, релав, да, то здесь она универсальная выставка, еще раз. Это и легкая промышленность, это машиностроение, это электроника, это и средства массовой информации, это и кредитные учреждения, и ряд других. Это и здравоохранение социальной сферы, и спорт, и все, все, все. По фестивалю фейерверков. 23-24 июня в 11 часов будет проходить международный, седьмой уже международный фестиваль фейерверков. Здесь бы я хотел особо заострить внимание перед жителями республики, что фестиваль фейерверков у нас начинается не 24-го, 24-го проходит, это галы-концерты, основные соревновательные мероприятия, это 23-й, это порядка 40 минут, когда компания, это 5 компаний сегодня, представители Сергеев-Пасады, республики Беларусь, Челябинск, города Чебосары, безусловно. И в этом году у нас принимают часть наша новая присоединяющаяся субъекта, это республика Крым. Поэтому будет традиционно ожесточенная битва между ними. Битва заключается, это в полнейшей синхронизации музыкального сопровождения и фееричного шоу. То есть представьте, что каждая компания, они пытаются и проводят это. Особенно вот мне, для меня лично, всегда симпатична республика Беларусь. Если вот, ну, обывателю, обыватель может сравнить, ну или не придать значение музыкальному сопровождению вот с шоу, да, то профессионалы, а за 7 лет мы уже стали там полупрофессионалом, мы уже начинаем, что если высокий тембр, звук, да, то высокий выстрел, если низкий, то низкий, соответственно. Очень интересно будет. В этом году посвящено это году культура. И, безусловно, мы задали тематику всем, каждая из команд. Это огни родной культуры. То есть компании готовят музыкальное сопровождение. Есть обязательно композиции. В течение трех минут каждой компании последние четыре минуты компания выступает уже в соответствии с ее традициями, с ее сильными сторонами. Поэтому я надеюсь, что все жители республики, гости республики получат незабываемое удовольствие от того шоу, которое будет у нас 23-24. 24-го – это гала-концерт, это все лучшие номера, которые пройдут 23-го, которые компании заявят в 23-го, они будут представлены 24-го июня. Оценку, кстати, оценку каждой из команд проводят не даже эксперты, не жюри, а проводят жители республики. После каждой, если вы помните, мы после каждого, после выступления каждой из команд, мы просим жителей республики эмоционально выступить, это поаплодировать компании, команде. И вот та команда, которая набирает большее количество голосов, она учитывается при, ну, прежде всего, это максимальное количество баллов, мы учитываем при уже награждении команды, присвоении звания лучшей команды в Международном фестивале «Фейерверк». Ожидается прибытие еще каких-либо гостей, ну, не знаю, там, губернаторов из соседних регионов? У нас ожидаются министры из соседних регионов, это из Марийской, это из Челябинска, то есть представители субъектов, органы власти субъектов приезжают, плюс заместители министра регионального развития в Круппе Михаила Давыдовича, директора департамента Министерства экономического развития, Министерства регионального развития, Министерства промышленности также планируют принять участие, то есть это официальные лица, которые работают. Мы в этом году меньше сделали опору на послов, почему? Потому что, ну, как правило, уже пришли к тому выводу, что необходимо точно работать с каждым из государств, то есть не распыляться на всех и не улыбаться всем, а улыбаться вот тому, кому мы знаем, от кого мы можем получить поддержку и с кем мы можем конкретно наладить сотрудничество. Вы в начале нашего разговора упомянули о Китае, то есть Китае мы должны улыбаться особенно широко. А вы знаете, действительно, вот у нас проводится уже на протяжении более полугода работа по сотрудничеству. Китай, я не был Китаем, в этом году, в апреле месяце я посетил тоже Китай, и меня, честно говоря, шокировало. Город Шанхай, шокировало их отношение, отношение власти к бизнесу, народу. Мне кажется, там многому есть чему поучиться у них, и почему мы начинаем сотрудничать. Во-первых, наш стратегический партнер, это не только в свете того контракта, который подписал сегодня Газпром, они большие потребители, и кроме того, продукции сельского хозяйства, сегодня они себя не обеспечивают. И мы ведем ряд проектов с регионами, с провинциями Китая по именно сфере развития глубокой переработки сельского хозяйства, лесного хозяйства. Плюс мы сейчас вышли на контакты по локализации здесь производства лифтового хозяйства. У нас много компаний, которые взаимодействуют сегодня с Китайской Республикой. Это не в свете только продажи, но и размещение заказов там. Потому что время, когда Китай славился низкой ценой и низким качеством, оно проходит. Они сегодня вышли на совершенно иной уровень уже. Сегодня у нас есть, в том числе и в Республике, свободные земельные участки. Мы подготовили к ним уже проекты в сфере развития крупного рогатого скота, переработки овощей. И они сейчас отправили проекты китайской стороне, сейчас они анализируют. Кроме того, мы отправили проекты в сфере лесного хозяйства. Тоже у нас есть, вы знаете, невозделанные. И есть возможность выделения в аренду лесных угодий. Поэтому, почему мы с ними ведем эту тему, они успешно реализовали для себя же тоже, для своих собственных нужд, проекты в Тамбовской области. Вот с этой же компанией мы сейчас ведем, и они тоже заинтересованы на нас вот здесь его реализовать. Но еще раз говорю, к сожалению, процессы очень тяжелые и длительные. Например, их больше всего интересует это зайти на строительство дорог, на строительство московского нашего моста, в частности. У нас тоже есть такие проекты. Но мы ставим основные условия для них, что мы можем приступить к реализации этих проектов совместных только после того, как вы заработаете себе имя Республики, как только вы реализуете проект в тех сферах, которые я бы означал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова